Издательство «Бомбора». Океан книг. Роман с деньгами. Как выстроить здоровые отношения с деньгами. Анастасия Кайтукова. А что, если все-таки счастье заключается в деньгах? И все эти установки, мол, главное — любовь и здоровье, всего лишь отговорки. Давайте проверим. Если вы составите список 100 вещей, которые приведут меня к счастью, как много пунктов в нем будут материальными? Ну, то есть связанными с деньгами. Процентов 70? Больше? А ведь любая вещь, поездка, движимое и недвижимое, мучество — это все про деньги. Ах да. Разумеется, вы напишете про здоровье, мир во всем мире и прочее. И, конечно же, в первых рядах будут мечты про любовь. Куда же без нее? Но что, если все это здоровье, любовь, деньги и счастье взаимосвязаны? Каждый из нас формирует список необходимых для полноценной жизни благ с рождения. И любой пункт в нем продиктован опытом — собственным или чужим, плохим или хорошим. Мне было шесть лет, когда со мной случилась настоящая финансовая драма. Можно сказать, что я тогда же перестала верить в любовь к деньгам. Однажды в родительский дом приехали гости, и в честь такого события мама разрешила мне самостоятельно сходить в магазин и купить мороженое. Это поручение привело меня в восторг, поскольку приблизило к мечте — быть наравне со взрослыми. Мне дали 10 рублей из взрослого кошелька, я оделась как взрослая в джинсовый комбинезон и отправилась в магазин. Вот только карманы у комбинезона были неглубокие, и когда я зашла в магазин, поняла, что потеряла купюру по дороге. Страх, ужас, боль, горечь, принятие, ненависть к деньгам. Я не справилась со взрослым поручением мамы, все остались без мороженого, деньги предали меня, а я… я подвела всех. И мечта о том, чтобы быть взрослой, выпала из неглубоких карманов джинсового комбинезона вместе с любовью к деньгам. Я думаю, что вы согласитесь, что если покопаться в детстве каждого из нас, там найдется уйма таких денежных трагедий. Кто-то складывал монеты в копилку, мечтая о новой кукле, а потом приходила мама со словами, что нужно купить вместо нее школьные учебники. Или кто-то стащил купюру из родительского кошелька всего одну, просто чтобы купить жвачку. У взрослых же много этих бумажек, а потом долго слушал крики или вовсе стоял в углу за содеянной. И вместо жвачки получил стыд, который остался внутри на всю жизнь. А кто-то смотрел, как плачут и рыгаются родители, потому что вложились в какие-то бумаги, которые перестали быть ценными. И теперь придется есть одну картошку долгое время. И думать, что деньги — это всегда про боль. Прямо сейчас вспомните вашу историю на эту тему, первую, что придет к голову. А я пока вернусь в свое. Итак, деньги на мороженое были потеряны, но взрослые так просто не сдаются, не правда ли? Даже если им еще только 6 лет. Поэтому, едва вступив на порог дома, я сообщила о том, что готова отработать утраченные 10 рублей, и уже придумала, как это сделать. Вот, представляете, 6-летний ребенок с четко продуманной стратегией по заработку. Для ее реализации мне нужны были бутылки, которые я планировала сдать и вернуть родителям всю утерянную сумму. А может, и заработать сверху, и купить на всех мороженое. Однако бутылок в доме не оказалось, и я решила пойти по соседям. Они были, конечно, в шоке, но бутылки мне отдавали. Собрав достаточное количество, я принялась их мыть. Дело трудоемкое и долгое, особенно для ребенка. Я быстро устала. Пытаясь оттереть этикетки, и, конечно, совсем не была рада такой работе. Да и кому понравится мыть бутылки вместо того, чтобы сидеть за столом с гостями. Но в результате моего упорства 18 чистых бутылок, собранных в пакет, отправились вместе со мной на прием стеклотары. Я получила за них 14 рублей. Но какой ценой? Деньги эти были мне неприятны, ведь достались с тяжким трудом и слезами. Внутри себя я точно поняла тогда, что больше я их не люблю. Однако же именно в тот момент во мне зародилась и мечта иметь их в запасе. Хотя я честно не любила деньги и искренне считала, что счастье не в них. С тех пор прошло много лет, и мои отношения с деньгами все это время напоминали короткие интрижки. Любовь то просыпалась, то уходила вновь. Пока я не поняла главную вещь в своей материальной жизни. С деньгами нужно крутить роман. Головокружительный, но долгий роман, который перерастет в стабильные и крепкие отношения. Деньги и все, что с ними связано, имеют огромное значение в нашей жизни. Они не только материально обеспечивают нас, но и влияют на нашу самооценку, статус, отношения с окружающими и даже на наше психическое состояние. И это нормально, если вы уже начали такой роман, но не сошли с деньгами характером. Я понимаю, что с ними хочется, как с мужчиной, влюбиться раз и на всю жизнь. И чтобы эта история приносила только счастье. Ведь кто из нас не мечтал о великой любви? Не о бытовухе, а о настоящей эмоциональной связи, крепкой и глубокой. Но для того, чтобы ее построить, роман должен быть основан на общих ценностях, интересах и целях, которые объединяют партнеров. Роман с деньгами может казаться сложным и запутанным. Однако, осознав свои эмоции, мотивы и представления о деньгах, вы сумеете обрести гармонию и баланс в этом вопросе. Необходимо лишь понять внутренние механизмы, связанные с финансовыми ресурсами, и найти новые способы использования и управления деньгами для достижения счастья и благополучия. Цель моей аудиокниги состоит как раз в том, чтобы помочь вам с этим. Благодаря содержащейся в ней информации, вы выстроите здоровые отношения с деньгами, влюбитесь в них один раз и на всю жизнь и забудете, наконец, все эти «нет денег» и «где их взять?» Вы станете главным героем в своей жизни и в этом финансовом романе. Сами решите, каким он будет. Ответите на вопросы, которые волнуют многих из нас, какие мотивы, стремления и цели скрываются за желанием много зарабатывать? Почему люди испытывают постоянную недовлетворенность и стремление к большому материальному богатству? Что происходит с нами, когда у нас есть деньги, и как это меняет наше поведение и мышление? Аудиокнига «Роман с деньгами» призвана помочь вам глубоко погрузиться в свою внутреннюю сущность ради получения нового исцеляющего опыта и навыков, которые необходимы для достижения финансового успеха. Это ваш путеводитель к счастью и финансовой независимости. Он создан для тех, кто стремится преодолеть психологические блоки и проблемы, связанные с деньгами, и достичь финансового благополучия. Аудиокнига основана на результатах моей многолетней работы с клиентами, для проработки запросов которых я использовала психоанализ, психосинтез, когнитивно-поведенческую терапию, гипноз, нейролингвистическое программирование и даже практики из экономики. В итоге более 5000 клиентов, учеников и клиентов моих учеников смогли выстроить стабильный заработок, многие ушли из найма и создали собственный бизнес. Всего за полгода увеличили выручку в три раза. И все это без выгорания, нервных срывов и истерик. В аудиокнигу, которую вы слушаете, я включила не только практические советы и действенные стратегии для заработка, но и упражнения для самостоятельной работы, которые помогут вам идентифицировать и преодолеть ментальные преграды на пути к финансовому успеху. Практикуя их, вы сможете лучше понять свои убеждения, страхи и комплексы, которые сдерживают ваш потенциал. В моих рекомендациях нет никакой магии, только четкие алгоритмы, ведущие вас к богатству. Но я уверена, что после прослушивания вы воскликнете. И как это стало возможным? Перемены случатся немгновенно, разумеется. Если кто-то скажет вам, что любовь с деньгами можно построить за секунду, перед вами шарлатан. Ваш нынешний опыт общения с деньгами складывался годами, поэтому изменить отношение к ним быстро невозможно. Но мы будем идти к этой цели постепенно. Маленькими, но уверенными шагами. И в этом нам поможет закон маленьких изменений или зона ближайшего развития, описанная Львом Выгодским. Она была определена как разница между фактическим уровнем развития, определяемым умением индивидам независимо решать проблемы, и уровнем его потенциального развития, определяемым путем решения проблем под руководством взрослых или в сотрудничестве с более способными сверстниками. Проще говоря, если вы хотите что-то научиться делать профессионально, совершайте новые, но небольшие шаги. Двигайтесь к цели последовательно и не пропускайте необходимые этапы, прежде чем перейти к следующим. И вот вам способ применить это знание на практике прямо сейчас. Слушайте эту книгу постепенно и выполняйте хотя бы одно задание, предложенное в ней, каждый день. Такой подход точно позволит вам прийти к тому самому счастью, о котором многие из нас мечтают. Но знаете, что я вам скажу? Быть постоянно счастливым невозможно. Точнее, возможно, но это прямой билет в психиатрическую больницу. Потому что если в организм будет постоянно выбрасываться огромное количество гормонов счастья, это может свести с ума. Вот почему нашу с вами цель я определяю немного иначе. Прийти к спокойной стабильности, финансовой и духовной, а для этого написать настоящий денежный роман и выстроить здоровые отношения с деньгами. Будьте готовы к размышлениям, открытиям и изменениям, которые непременно произойдут с вами после прослушивания этой аудиокниги. А теперь берите лист бумаги и ручку. Мы начинаем писать настоящий роман.